Демократия 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 До какой степени Китай может нас отключить? Мы же зависим от них практически во всем, у нас даже нет витамина С отечественного производства. В чем сейчас смысл так открыто говорить о конфликте? Именно, мы должны готовиться к конфликту и не подавать виду. Если мы серьезны насчет этого, а это не шутки, президент сам говорил, что Азия станет самой важной точкой мира и крупнейшим сосредоточением экономики. Ведем ли мы себя как страна, которая готовится к предположительной войне с Китаем? В смысле, шансы на конфликт велики, десятки тысяч, если не сотни тысяч американцев, как военнослужащих, так и гражданских, могут погибнуть. И мой вопрос в том, почему все, демократы или республиканцы, ведут себя так, будто это невозможно, вместо того, чтобы, скажем, договориться и отправить 40 миллиардов на Украину? Как вы знаете, я за спасение украинцев, но мы на грани войны сверхдержав. Ведем ли мы себя как страна, ожидающая этого? Я так не думаю. Я так не думаю. Но послушайте, недавние новости со стороны Китая сообщают, что они запрещают членам коммунистической партии, основной элите Китая, владеть активами за границей. Они даже отнимают паспорта у людей, которые пытаются покинуть Китай даже ненадолго. О чем это говорит? Это говорит о том, что эта страна готовится к чему-то. Мы тоже должны готовиться, и наших военных нельзя отвлекать от этого. В принципе, нельзя работать над этой проблемой в полсилы. Это касается не только военных офицеров, но еще и гражданских лиц с политическими лидерами, которые несут за них ответственность. Вот мой вопрос, вместо того, чтобы откровенно болтать о том, что «О, да, мы взяли на себя это обязательство». Почему мы не готовимся? Нужно остановить этот, Акер. Остановить, избежать войны. Конечно. И если в вашей армии нет парамилетократии, то вы не готовы. И точка. Элберидж Колби, рад был вас видеть. Спасибо. Спасибо.